3000 человек экстренно эвакуировали в Забайкалье. На регион обрушилась вторая волнопаводка. Циклон, который пришёл из Монголии, затопил целые деревни. В Самочите размыты десятки дорог, повреждены мосты. Частично отключено электричество. Многие жители провели это утро на крышах своих домов в ожидании спасателей. Илья Буклов о новом разгуле стихии. Как и обещали синоптики, дожди вновь вернулись в Забайкальский край. Уровень воды сегодня на улицах посёлков примерно такой же, как был до наводнения в самой реке. По колено это минимальная глубина. Местный житель и председатель дачного кооператива Николай Степанов не покидает садоводство. Куры и индюки пока живут на крыше, жена топит печку и готовит суп. Куры несутся, педухи поют, переочистят нормально. Вброд туда, взяли что-то покушать, сходили до магазина ближайшего и сварили. Газ есть, всё есть. Жители посёлка Смоленко и нескольких садоводств эвакуировались два дня назад. Сегодня многие с помощью лодок и водонепроницаемых костюмов возвращаются в свои дома. Уже вторые сутки стоит вода выше колена. Вот так по территории, по всей нельзя пройти. Всё замыло. Уровень воды в Читинке хоть и понизился, но там, где вчера были дороги, потоки воды. А вместо обочины заборов небольшие водопады. Большинство дворов в посёлке Смоленко сегодня заполнены водой. Имущество многих жителей так и осталось. Внутри их жилищ, некоторые даже не успели выгнать собственные автомобили. А в этот дом вернулись, чтобы забрать кота. Мяу! Ой, 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 бедненько. В столице региона затоплены 14 улиц. А вот так на резиновой лодке местные жители добираются до собственных квартир в многоэтажном доме в одном из городских районов, чтобы взять одежду и оставленные внутри вещи. Только в самой Чите эвакуировано около 3000 человек, большая часть из которых предпочла на время остановиться у друзей или родственников. Мы можем попасть домой со вчерашнего дня, с 8 часов утра. С 7 часов утра мы эвакуировались. И всё, доступа в квартиры нет. В подъездах тоже вода, три ступеньки на первой. Ну как, заходишь в домофонную дверь, три ступеньки затоплены. В воде по-прежнему остаются десятки посёлков и дачных кооперативов. На мосту, который является и частью объездной Читы, сегодня утром обнаружены повреждения. Местные власти предупреждают, что из-за пришедшего циклона обстановка может стать ещё более сложной. Продолжение следует...